Та самая Россия, которая, как никто другой в мире, кричит, что ей угрожает НАТО, после присоединения Финляндии к Альянсу, почему-то перекинула свои войска в Украину. И, говорят, именно те войска, которые ранее находились у финской границы. Гарнизоны и военные базы РФ на границе практически пустые, хотя Москва заявляла, что наоборот усилит их. Переброшены в Украину 80% техники и солдат. И, по данным финской разведки, такая ситуация сейчас в военных базах по всей России, кроме Подмосковья. А что же случилось, как вы думаете? Случилось очень понятное дело. И причем случилось все это давно. На самом деле важно понимать, что изначально разговоры об угрозе НАТО и вот тот самый знаменитый ультиматум 2021 года, ультиматум НАТО, когда стало очевидно, что Россия требует от Североатлантического альянса совершенно невозможного, причем требует это публично. И тогда, а кое-кому и раньше было очевидно, что это всего лишь предлог. Предлог для реализации главной цели. Главная цель это создание, как Путин это формулирует, три единого русского государства, то есть захватом Украины, если надо, силой или как минимум значительной части Украины и мягкой силой захвата Беларуси. То есть, собственно, это цель, разговоры о НАТО это абсолютно вторичные вещи и по большому счету в России все, кто в здравом уме понимают, что НАТО нападать на Россию не собиралось и не собирается. Те времена, когда страны нападали, ну нормальные страны нападали друг на друга с целью захвата полей и рек, эти времена прошли. И, кстати, сегодня мы видим прекрасное подтверждение тому, что НАТО всеми силами опасается эскалации и даже боится сделать очень незначительные шаги, которые могли бы привести к обострению с Россией. При том, что почти все российские военные ресурсы прикованы к Украине и, казалось бы, если хочешь нападать, то вот нападай не хочу. Более того, Россия сама прекрасно это понимает, что никто на нее нападать не собирается. И, как вы правильно отметили, оголила полностью все свои границы, в том числе с новоиспеченными странами НАТО. И, кстати, когда вступление на Швеции, Финляндии в НАТО стало вдруг на повестке дня, что, по идее, должно быть оглушительным провалом внешней политики Путина. Ведь он же всю жизнь вроде как борется против расширения НАТО. А тут его действия привели к тому, что страна, одна, которая нейтральная, не воевала больше двухсот лет, а другая, в общем, тоже нейтральная и всегда учитывала российские и советские интересы, я говорю, а вторая страна – это Финляндия, внезапно вступили в НАТО, о чем никто и думать не мог еще икс лет назад. И Путин воспринял это достаточно спокойно. То ли дело Украина вступает в НАТО. С Украиной же ситуация очень проста. Отнюдь не в качестве угрозы безопасности России воспринимается такой сценарий, а воспринимается он так, что если Украина вступит в НАТО, то ее исчезает бесповоротно фактически возможность захватить либо ее целиком, либо часть ее территории. Так что именно в этом контексте все стоит видеть. Ну а Россия, собственно, тут все понятно. Воен войск у России лишних, мягко говоря, нет. Ресурсов и техники тоже. И все, что необходимо, бросается на фронт. А необходимо буквально все, стоять где-то на финской границе и прохлаждаться в приятной прохладе летней тех мест. Но это абсолютно бестолку, когда все прекрасно понимают, финны живут своей жизнью и нападать на Россию близко не собираются. Кстати, Путин недавно сообщил, что в зоне боевых действий в Украине сейчас находится 700 тысяч российских военных. Хотя еще в декабре прошлого года он заявлял, что эта цифра составляет 617 тысяч. То есть это как раз и есть и военные с приграничных регионов? Я думаю, что нет. Во-первых, честно говоря, цифра 700 тысяч меня немного удивляет. Мне кажется, она преувеличена. Но вопрос, как тут считать. Потому что одно дело, это сухопутные силы и вспомогательные силы непосредственно в Украине и непосредственно у границы. В том числе, кстати, в Украине имеет тут и Крым берется в расчет. Хотя те, кто там находится, вроде бы непосредственно боевые действия не ведут. Хотя тоже, как сказать, флотские ведут. Те, кто занимает, те, кто имеет отношение к авиации, ПВО тоже. Так вот, имеется в виду, я думаю, в этих 700 тысячах все, в том числе, вспомогательные силы, которые участвуют, что называется, в военных действиях прямо или косвенно. Ну, вплоть до аэродромов, обслуживающего персонала аэродромов, даже в сотнях километров от линии фронта. Это, в принципе, правильный расчет. Вот эти десятки тысяч, которые прибавились или не прибавились, это явно не те, кого сняли в Финляндии. Сняли с финской границы или, например, с эстонской. Во-первых, эти финскую, эстонскую и латывейскую границу оголили уже, по большому счету, очень давно. Об этом была достоверная информация. Сейчас просто об этом снова напомнили. И в любом случае, там не находились большие силы. То есть сказать, что оттуда перебросили 80 тысяч человек, ни в коем случае нельзя. Их, по большому счету, там и не было. А вот откуда может быть прибавление? Кстати, тоже, к словам Путина, надо относиться осторожно, естественно. Не воспринимать это как истину в последней дистанции. Сказал 620, значит 620. 700, значит 700. Но если увеличение есть, скорее всего, оно за счет, скажем так, напряжения ресурсов в целом. То есть кроме, собственно, каких-то перебросок из разных мест, и в том числе, кстати, из флота, матросов отправляют в Пикоту. Это тоже достаточно известная тенденция. Я бы в первую очередь сделал ударение на наборе новых контрактников, в том числе из числа заключенных и в том числе из числа иностранных наемников. Хотя иностранных наемников, видимо, все еще не так много. То есть набор по контракту в России продолжается. Согласно официальным, немного сомнительным цифрам от 30 до 40 тысяч в месяц. То есть подъемные вот эти вот аванс за переход, за приход на службу очень-очень высок, повышается. Видимо, спрос все же падает. И чтобы поддерживать на хотя бы одном уровне вот этот темп набора, вынуждены поднимать суммы. Я уже видел данные о подъемных значительно превышающих миллион рублей. Напомню, что это приближающиеся где-то, видимо, к 15 тысячам долларов. В эквиваленте, что для российской глубинки, а именно из глубинки в основном идут на армейскую службу, это колоссальные деньги, не считая других льгот и, собственно, зарплат. Так вот, думаю, это за счет этого. Пополнение в течение месяцев это за счет этого. Но в целом к цифрам, озвученных Путиным, стоит относиться несколько осторожно. И, кроме того, важно, как считать, кого. Одно дело, кто-то находится в Луганской области, а другое дело, где-нибудь в Воронежской, хоть и принимает участие в боевых действиях, скажем, обслуживая технику. Кстати, по поводу иностранных наемников и могут ли они появиться в России, ну и еще какие-то новые. Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали соглашение, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. И об этом заявил Путин. Как именно это будет происходить, он не уточнил. Но сам Ким, он сказал, что это соглашение будет носить оборонительный и миролюбивый характер. Мы знаем, что сейчас Северная Корея активно дает России снаряды, ракеты, которые применяются в Украине. А какое еще может быть оказание помощи? Ну, вообще политика, внешняя политика Северной Кореи исключительно миролюбивая и оборонительная. Об этом знают уже с начала существования этого, скажем так, очень опасного и проблематичного для всего мира государства. Я не преувеличу именно для всего мира. И Украина сейчас это ощущает. Казалось бы, кто бы в Украине мог подумать, что проблемы будут исходить из Северной Кореи тоже. И вот, пожалуйста, северокорейское оружие уже долгое время убивает украинцев, и не знаешь, что будет. Значит, в случае северокорей настолько правление, правитель Северной Кореи настолько неординарная, в кавычках, личность, что, честно говоря, здесь можно ожидать любого. В свете того, что Россия активно, Россия, скажем так, перешла вот этот психологический, назовем это, барьер, когда в открытую фактически используются наемники из стран Третьего мира, причем такие даже, которых не пытаются обучить. Очевидно, России нужно пушечное мясо, потому что что делать? Они, кстати говоря, скорее всего, дешевле даже обходятся, чем собственные граждане. То есть о том, чтобы им подъемные платили в размерах миллиона с чем-то рублей, я вроде не слышал, хотя не знаю. И в любом случае своих граждан здесь можно и поберечь, когда они и так в дефиците. Я имею в виду желающих войлать. Так вот, ожидать от того, что корейцы способны отправить, что Путин способен с корейцами договориться о том, что оттуда приедут добровольцы, а по сути не добровольцы, а, так сказать, в насильно принудительном порядке военные повоевать за Россию, знаете, я бы на 100% не стал, скажем так, сбрасывать со счетов такую ситуацию. Конечно, если до этого дойдет, это будет поразительный факт довольно, но я его не могу исключать. Если сенегальцы, условно, или индусы в частном порядке массово нанимаются Россией, почему бы им не договориться с Кимом, который за это, естественно, потребует чего-то очень многого. Тем не менее, пока такого вопиющего шага еще Северная Корея не сделала, и Россия, исключать его нельзя, поживем увидим. Я думаю, если это будет на повестке дня, то об этом станет известно, благодаря сведениям разведок, тщательно следящих за Северной Кореей, серьезных стран, я имею в виду США, Южной Кореи, станет известно. Исключать этого нельзя. А вот что можно не исключать, а почти наверняка утверждать, так это то, что кроме боеприпасов Северная Корея довольно больших количествах. Причем, можно тут вопрос, так как Северная Корея закрытое государство, и не совсем понятно, чего у нее есть и сколько, и какие темпы производства. То есть, понятно, это может быть ЦРУ и Южно-Корейской разведки, и то не совсем полностью. Так вот, сложно сказать, и на что готов пойти Ким ради того, чтобы угодить Путину, и ради того, чтобы заработать очень неплохо на этом сотрудничестве. Но теоретически важно понимать, Северная Корея способна немало боеприпасов предоставить России, и собственных запасов, и, собственно, усилив производство, усилив масштабы производства, потому что они всегда готовились к войне, и вот это вот чувство осажденной крепости и подготовки к войне, в том числе и в плане производства оружия, всегда у них было приоритетным. Значит, они могут производить довольно много, и запасы накоплены серьезные. Захочет ли Россия брать у Северной Кореи не только боеприпасы и баллистические ракеты, скажем, и технику, ну, например, артиллерию советских калибров, или другие системы, ракетные системы меньшей дальности, чем то, что бралось до сих пор, я это более чем не исключаю, бронетехнику. Потому что мы видим, какими трудностями сталкивается Россия, снимая с хранения очень и очень старые системы, то есть вплоть до танков Т-55 и Т-62, ствольной артиллерии 50-х годов. Этого добра есть у, конечно же, бронетехники, я имею в виду бронетранспортеров, не хватает БМП, мы это видим. И поэтому это добра у Северной Кореи достаточно. Если Россия предложит, посчитает, что это и нужно, и предложит соответствующую цену, я думаю, что кем-нибудь полным дураком не откажется, потому что он прекрасно понимает, что Южная Корея, как и в случае с НАТО, если он в самом деле хоть в каком-то адеквате, то он понимает, что ни американцы, ни южане на него нападать не собираются, а сорвать настоящий куш на России, отдав им все, что можно, а потом потихоньку восстановив потенциал, но получив при этом взамен массу плюшек от России, самых разнообразных, начиная от продовольствия, если оно нужно, и заканчивая военными технологиями, упускать такой шанс нельзя. Поэтому можно предположить, что все, что Россия захочет в плане поставок техники и вооружений, она получит, а вот в плане военных и вот такого рода исключать бы этого я не стал, но все же это был бы далеко идущий шаг. Кстати, такой эпизод. В свое время северокорейцы даже умудрились слегка повоевать с Израилем. В 70-е годы северокорейские летчики на стороне Египта приняли участие в боевых действиях, и даже есть эпизод, когда был сбит северокорейский истребитель. Такой вот на счету израильских ВС есть и такой самолет. Так что иди, знай, что светит в будущем. По поводу северокорейских военных, то эта тема уже есть на повестке дня у российских пропагандистов. Они говорят, что это якобы будет такой симметричный ответ на действия Запада, который пока размышляет, отправляют ли свои войска в Украину. Ну и я предлагаю послушать, что они об этом говорят. Я напомню, когда Европа и США пугают нас тем, что сейчас военные контингенты стран НАТО под своими национальными флагами попадут на территорию Украины, у нас появляется такая же зеркальная возможность использования войск союзников, которые вместе с нами будут там. А Северная Корея является лидером в мире по количеству войск специального назначения. Более 200 тысяч войск спецназа. У них целые батальоны только снайперов для того, чтобы вести боевые действия в горах. Хорошо подготовленные, да? А спецназ – это самый подготовленный. Северная Корея обладает 200 тысяч уже готовому к отправке в зону боевых действий. Более того, в рамках подготовки к большому конфликту они очень хотят получить боевой опыт. Хотят и сами просятся отправьте нас в Украину воевать. При этом другой военкор, так называемый Сладков, говорит, что не 200 тысяч, а 500 тысяч. Да, не 200 тысяч, а 500 тысяч. Но, во-первых, просятся, я не знаю, что на самом деле происходит между Кимом и Путиным, пока мы слышали лишь фантазии военкоров и их рассуждения, которые вряд ли основываются на инсайде, на настоящем инсайде. В любом случае, важно понимать следующее. Вот такие рода войска, совершенно чужеродные войска, незнакомые с обстановкой, немотивированные, незнающие языка, непривыкшие к климату, не имеющие на самом деле боевого опыта и вряд ли имеющие хорошую подготовку, в отличие от росказней военкоров. Это, мягко говоря, не самая эффективная сила на поле боя, если они там оказываются, в чужом для себя месте, в чужой для себя войне. Это важно понимать, это должно утешать, это не простое утешение. Далее, если говорить о крупных силах, по-настоящему тут тоже, на мой взгляд, об этом вряд ли можно, такое даже вряд ли возможно, тем более вот эти количества, 200-500 тысяч единовременно, это смахивает на откровенный бред, чтобы просто осилить такое количество, перебросить, снабжать, кормить, разместить и так далее, нужны колоссальные усилия со стороны России, которые, боюсь ей, не то что боюсь, а наоборот, я почти уверен ей не по силам. Так что, скорее, если подобного рода контингент окажется на фронте, то речь идет о цифрах меньших на порядок или на порядке. То есть, возможно, цифры должны быть относительно незначительны, как минимум с самого начала, потому что это проблематично со всех точек зрения, политической, военной, экономической и так далее, и так далее. Так что о 500 тысячах корейских спецназовцев они могут только мечтать, но исключать какого-то такого варианта, что что-то экспедиционное за большие деньги, за серьезные плюшки Ким Путину даст, несмотря на то, что для России это будет выглядеть в том числе и публичным позором, такого исключать нельзя. Путин начал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, и во время визита диктатора России в Якутск жители города засняли как минимум один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт с Путиным. Можно ли предположить, что Путин не исключает то, что в США могут все-таки принять решение, а если ничего больше сделать не могут, физической ликвидации Путина? Понимаете, когда речь идет о странах с авторитарным режимом, где решение принимает один человек или его близкий круг, возможны самые разные решения, которые покажутся нелогичными. То есть если в демократической стране, в большинстве демократических стран, за охрану первого лица отвечают соответствующие службы безопасности, которые изучают характер угроз и действуют в соответствии с этим. Например, в Словакии считали, что угроз особых премьер-министру нет, и мы видели, что произошло, ну и так далее. Есть примеры разные. В странах же с такого рода режимами, как в России, возможно, как себя охранять, и что ему угрожает, решает сам Путин. И если он решит, что ему угрожают Соединенные Штаты, угрожают его, что может, возможно, ликвидация его вот так вот путем перехвата во время полета в один из российских регионов, это за гранью абсурда. Однако, что помешает ему решить, и что помешает ему принять соответствующие меры? Возможно, кстати, это не он, возможно, это такая обсессивность его охраны. В целом же, с точки зрения безопасности, конечно же, Путин должен исходить из того, это понятно, что есть немало тех, кто желает ему зла и хотел бы от него избавиться. Однако, одно дело охрана на земле, традиционная и гипертрофированная, как мы это видим в России, а другое дело полеты в глубине России под охраной истребителей. Если эта практика продолжится, значит, это, ну, скажем так, будет свидетельствовать, что некая обсессивность вышла на высокий уровень. Кто может перехватить, и, собственно, вот так вот самолет президента где-нибудь над Якутией и кто, задействовать истребителей или что-то в этом роде, мне сложно предположить, может быть, он боится украинских F-16 с дозаправкой в воздухе, но это я шучу, естественно. Так же, как ей всерьез нельзя думать, что американские истребители попытаются сбить его самолет где-то над территорией России. Интересно было бы услышать объяснение внутреннего характера, я имею в виду тех, кто это решал там в России и как это объяснялось, но, боюсь, мы этого не услышали. Президент Зеленский по возвращению с глобального саммита мира заявил, что сейчас не будет никаких пауз, и, по его словам, уже есть предварительные графики работы на лето. Как вы думаете, в каком направлении могут развиваться события именно на фронте? Ну, я так понимаю, что Зеленский имел в виду как раз дипломатический аспект, в том числе подготовку второго саммита, подобного тому, что произошел в Швейцарии. Что касается событий на фронте, то, опираясь на открытые источники, я не имею возможности делать вывод, например, готовит ли Россия довольно крупное наступление на каком-то участке, собирая там ударную группировку. Потому что сбор ударной группировки является явным признаком готовящегося наступления. Пока же, так как источников в открытых этого нет, можно исходить из того, что мы, собственно, видим в данной ситуации. А мы видим непрекращающиеся наступательные действия России на неких локальных участках с целью поиска слабых мест. То есть действия методом продавливания и поиска слабых мест. Где это удается, происходит какое-то, имеет место какие-то территориальные достижения, либо создаются условия в виде, например, охвата украинского участка обороны, чтобы далее продвинуться, когда там будут силы. И вот такого рода действия при наличии определенных резервов продолжаются и будут продолжаться. Резервы какие-то у них, а в первую очередь, эти людские ресурсы, у них не исчерпались. Судя по всему, потери не превышают то, какое пополнение Россия получает за счет подписания контрактников, наемников и, не знаю, северных корейцев в будущем. Но мы видим, что раз наступление продолжается, то понятно, что как минимум численность остается примерно на том же уровне. И, естественно, российская стратегия продолжит быть похожей на последние месяцы, как минимум. Я так вижу, что показатель, совершенно ключевая дата во всем, что происходит и на фронте, и вокруг войны, это президентские выборы США. После президентских выборов США многое прояснится, либо начнет проясняться. Ну, скажем, если побеждает Байден, там, кстати, кое-что зависит и от расстановки сил в Сенате и Конгрессе, которые там тоже есть определенные выборы. Так вот, если побеждает Байден плюс некая новая или старая расстановка в Сенате и Конгрессе, становится понятно более-менее чего ждать от Соединенных Штатов. Понятно всему миру и Украине, и России. Если побеждает Трамп, то становится непонятно и начнется прояснение. А что, собственно, ожидать от Трампа плюс промежуточный период, когда администрация старая еще находится. В общем, ключевая дата это ноябрь и события, которые последуют в результате того, как закончатся американские выборы. А до этого, я так полагаю, Путин видит свои задачи добиться максимальных успехов территориальных. Они в первую очередь смотрят на территорию, а во вторую, хотя тоже, может быть, и в первую, это желание измотать украинское общество и, собственно, измотать западных партнеров, чтобы те и другие посчитали, что борьба безнадежна и стали более договороспособны. А путь к этому, как считает Путин, я так полагаю, это хоть какие-то но успехи территориального характера на поле боя. Давид, огромное спасибо вам за интересную аналитику и за то, что вы присоединились к эфиру. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был с нами на связи. Встреча Путина с Ким Чен Ином в КНДР. Они подписали какие-то договора о помощи. Если на кого-то кто-то нападет, сразу же будет немедленно реакция. Многие западные эксперты говорят, что таким образом Путин хочет создать аналог или врага антипода НАТО. Насколько вы считаете это правда? Насколько реально Путин хочет сделать вот такую коалицию зла? И насколько серьезны вот эти встречи в Северной Корее и подписание этих договоров? Это все не серьезные разговоры о создании коалиции противовес тому же НАТО. Это все больше здесь пропаганды. Серьезно здесь можно говорить только о том, что Россия этим своим визитом показала, что она стала на самом деле страной-изгоя. Президент постоянного члена президента страны, который является постоянным членом Совета Безопасности ООН ядерной державой идет на поклон к Северной Корее, которая сегодня по всем показателям экономически, политически, информационным, чисто человеческим, гуманитарным находится в одной из самых отсталых стран в этом мире и при всем при этом у этой страны народ с голоду умирает, так сказать, травой питаются огромное количество людей, то есть и при всем при этом эта страна вся поставлена под ружье, как в свое время например, Сталинский Советский Союз, который после Галдомора, после вот этой принужденной коллективизации, ну, заметьте, на каком уровне Советский Союз вооружался и вооружался, в конечном итоге и довооружался, да, и с другой стороны также вооружалась нацистская Германия, и вот они как раз с келлбомблом столкнулись, да, и потом ввели в трагедию все человечество, вот, здесь, конечно, современная Россия, она еще не дошла до уровня Северной Кореи, но она во всяком случае возвращается в свое недавнее прошлое, я имею в виду и информационное, и идеологическое, и политическое, на уровень Советского Союза, и поэтому далеко не случайно ну, вот, все те, кто, ну, представители моего поколения, вот, которые смотрели эти кадры из Пхеньяна, с тем, как принимали президенты России, вспоминали, как принимали генеральных секретарей Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза во времена дедушки этого, вот, точно так же висели портреты там, Брежнева и всех остальных руководителей, вот, и встречал дедушка Ким Ир Сен, вот, потом, естественно, самого нынешнего президента встречал там в свое время его отец Ким Чен Ир, а теперь вот и сам внук и сын предыдущих руководителей, и все на том же самом уровне, так сказать, пионеры, октябрята, флажки, музыка, помпезность и демонстрация военной силы, а что там творится в простых магазинах, пойдите, посмотрите, да, уровень жизни этой страны, и вот это лишний раз говорит о том, и Советский Союз был такой же, да, потому что поэтому Советский Союз так и рухнул, когда Америка серьезно занялась Советским Союзом после авантюра в Афганистане, и этой конкуренции, вот такой нажима, вот этой санкционной политики, и по всем направлениям Советский Союз не выдержал. То, что касается Северной Кореи, которая находится под санкциями, и эти санкции в свое время та же Россия поддержала, будучи в сделке с коллективным Западом на протяжении последних 30 лет, 10 лет при Ельцине, 20 лет при Владимире Путине, до вот этой полномасштабной агрессии против вас 24 февраля, два года тому назад, вот, и когда все правила были нарушены, и после этого уже на саму Россию стали накладывать эти санкции раз за разом, сегодня уже, как вы видите, принят 14 уровень пакет санкций, усиливаются санкции и отдельно взятых конкретных стран, и естественно это показывает, что Россия наплевала теперь и на собственные решения в Совете Безопасности, она идет на нарушение резолюции Совета Безопасности Организации 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 потому что там предусмотрена любая, так сказать, поддержка вне этой резолюции, это нарушение этой резолюции, и значит она открытым текстом идет, а понятное дело почему она идет открыто, на этом, когда она сама находится под санкциями, зачем ей сегодня считаться с этой организацией, с этим резолюцией. Тем более, когда там она имеет право вето, и никакое решение ни против России, ни против Северной Кореи она не допустит. И поэтому он уже перестал, так сказать, играться. Он снял маски и он в открытую идет на поклон в Северную Корею. И, как вы видите, открыто заключает военно-стратегическое партнерство, которое и так было. Может быть, оно было завуалировано не на том уровне, но, опять же, это ни для кого не секрет, ни для Запада, ни для кого бы это ни было. Ни тем более для американцев, которые слушают 24 часа в сутки и Россию, и Китай, и тем более Северную Корею. Вот, и они прекрасно понимают, о чем они там говорят, о чем они там договорились и зачем вообще ездили туда. В основном, это, конечно, военно-техническое сотрудничество, поэтому далеко не случайно в делегации был министр обороны и директор Роскосмоса и российские железные дороги. Про министра иностранства не говорят само собой. То есть, это все именно в первую очередь связано с войной, которую Россия развязала против вас, и с теми возможностями, которые есть у Северной Кореи. Вся страна под ружьем, дешевая рабочая сила, и поэтому маленькая, я вот провожу всегда такую аналогию, представьте себе, вся Россия сегодня на военном положении, да, и они работают в три смены. Ну, представьте себе, размеры, так сказать, Северной Кореи, как какая-то губерния России, да, тот же Хабаровский край или Приморский край. И вот представьте себе, ну, там количество населения несколько десятков миллионов, и все они под ружьем, это дешевая рабочая сила, Н-24 все-таки работают, и они будут поставлять ровно, намного больше, миллион, в количестве боеприпасов, которые сегодня остро нуждается российская военная машина. И, в первую очередь, это именно за этим они поехали туда. Вот, и я не сомневаюсь, что это сделано с одобрения при молчаливом согласии Китая, который старается показывать себя как не стороной конфликта, и Китаю это удается, потому что Китай напрямую не задействует здесь, он разрешает Северной Корее входить в определенные отношения с Россией, ну, естественно, все происходит под ведомом, под ведомом, под руководством того же Китая, есть определенные красные линии, которые Китай не хотел бы, чтобы здесь были нарушены, потому что это может ударить по взаимоотношениям Китая как с Евросоюзом, и также с Соединенными Штатами Америки. Вроде бы, как будто бы, все это пока соблюдается, потому что вы видите сильных наездов со стороны Евросоюза и США на Китай нету, то, что вы слышите, это в публичной плоскости, это обычная информационная шумиха, пропаганда, американцы с Сидием Пинем договорились, до конца этой президентской кампании никакой эскалации не будет, поэтому то, что он поехал туда, это ожидаемо, и никаких там секретов, никаких новостей, таких, которые вот неожиданно неожиданно произошли, ни для кого этого нету. Более того, с моей точки зрения, это очень хорошо, если смотреть через призму Украины. Это очень хорошо для Украины, потому что в результате этого, посмотрите, в движение приходит Южная Корея, которая делает сразу же заявление о том, что мы пересматриваем свою позицию по поддержке Украины, по поставкам вооружения, что вызывает резко негативную реакцию лично президента России, который говорит, ну, мы тогда вынуждены будем принимать какие-то решения. Ну, какие они решения могут принимать, что они нападать будут на Южную Корею, где стоит 50-тысячная американская армия, и плюс вокруг находится весь флот, Тихоокеанский флот Америки, да, с ядерными боеголовками, ну, пускай Папова будет что-то сделать. Другое дело, да, это напряжение, это эскалация, это риторика. Ну, вам это выгодно. Вам выгодно, что Южная Корея придет в движение, вам выгодно, что Соединенные Штаты Америки будут ужесточать, заметьте, разговор о Петриотах, как пошел, что вот именно приостанавливают передачу Петриотов, которые были согласованы со всеми странами, ну, за исключением Израиля и Тайваня. Вот, и в первую очередь приоритет отдается той же Украине, и к этому подключаются и ключевые страны Евросоюза. Поэтому, чем жестче будет как-то проявлять Россия на внешнеполитическом поле, особенно вот в таких одиозных странах, как это, например, Северная Корея или как тот же Иран, тем это, конечно, будет, ну, подхлестнет Запад на более активную поддержку Украины. Что касается его визита во Вьетнам, то я здесь никаких опасений больших не вижу, потому что Вьетнам ведет себя так же, как ведут себя многие страны БРИКС, та же Бразилия, например, та же Индия, например, которые стараются работать и с Соединенными Штатами Америки, и с Россией, и с Китаем, и со всеми, да, в этом плане. Поэтому напоминаю, что тот же Байден был недавно со своим визитом в том же Вьетнаме, и сегодня визит президента России это лишний раз просто показывает, что увеличивается значимость глобального юга и вот этого региона, и точно так же, как увеличивается значимость и глобального востока, глобального юга, как сегодня модно стало говорить, то есть всего того, что не входит в состав Евросоюза и состав НАТО, потому что там и ресурсы, там и логистика, там и очень много того, что очень важно в современном мире, поэтому, естественно, эти визиты будут продолжаться, а то, что это совершенно не попахивает альтернативой НАТО, но это посмотрите на те страны, которые там есть, географически, как они связаны, и экономически, как они связаны, и пойдут ли они на это. На этой географии ключевая страна и главная страна это Китай, а не Россия и не тот же Вьетнам, и тем более не Северная Корея. А Китай, как вы видите, довольно неплохо торгует и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки. Другое дело, Китай считает, что это его территория. Китай создал своих плохих мальчиков. Сегодня роль этих плохих мальчиков, если раньше играла открыто только Северная Корея, то теперь вот к ним добавилась и Россия, и Россия, и Китай, и Россия, и Северная Корея, сегодня уже открытым текстом являются сателлитами Китая, точно так же, как Беларусь является сателлитом той же России. Китай это устраивает, Китай просто контролирует этот процесс, и когда он дает вперед этих плохих мальчиков, он знает наверняка, что делает, потому что в конечном итоге, если надо будет образовывать этих плохих мальчиков, будут напрямую выходить на Китай. Именно это нужно Китаю как сдерживание. Точно так же, как раньше Россию использовали как сдерживающий фактор против Китая, то теперь Китай использует эту Россию как сдерживающий фактор на ту же Европу и на те же Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы сдерживать их активность в том регионе, в котором находится географический Китай. Напомню, как активно американцы, вот как раз-таки Соединенные Штаты пробивают и продвигают альтернативу НАТО, то есть юго-восточную НАТО, и в первую очередь такие страны, как Япония, Южная Корея, Новой Зеландия и Великобритания, поэтому это очень важно понимать, что противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки, оно было, есть и будет, и это вне зависимости, какая администрация, будь то администрация республиканцев или администрация демократов, это очень модная и популярная тема в Соединенных Штатах Америки, она хорошо продается, и особенно, когда идет президентская кампания, но просто в отличие, например, от республиканской администрации, демократическая администрация, видите, пошла на сделку в плане того, что не эскалировать ситуацию ни на китайском направлении, ни на российско-украинском направлении, ни на ближневосточном направлении. И вроде бы им удается. Что касается вот этого визита, завершаю. В сухом остатке ничего нового такого не произошло. О контактах Северной Кореи и России известно. А сам факт того, что президент России в нарушении всех, так сказать, протоколов сам лично пошел на поклон туда, это говорит о том, что в каком состоянии сегодня находится Россия, что если президент России вынужден сегодня совершать вот такие визиты и подтягивать Северную Корею до уровень такой страны, которая на карте была России, которая одно время в семерку входила в качестве восьмой страны, которая все время приглашалась на ключевые мероприятия во всем мире. Россия, НАТО, а там уже Украина, НАТО. Вместо семерки там уже Украина находится. Это о многом говорит. Поэтому сегодня визиты президента России в такие страны – это лишнее подтверждение тому, что дела у России сегодня не очень-то хороши. Но давайте не будем заниматься шапкой закидательства. Мы всегда будем помнить о том, что Россия большая, у нее огромные ресурсы. И Россия, конечно, эту войну еще может вести и год, и два. Но долго она это выдержать не сможет, особенно если Запад начнет просто увеличивать градус противостояния. То есть если Соединенные Штаты Америки увеличат поддержку Украины не на 5% по бюджету Пентагона, как это сегодня выглядит, а хотя бы на 10%, тогда вы почувствуете, как Россия, ну в России почувствует, как там все тихо-тихо начинает трещать по швам. Точно так же, как это делали с Советским Союзом во время Афганистана. Просто тогда это был вялотекущий процесс, потому что боятся хаоса в самой ядерной стороне мира. Ни тогда этого не хотели, ни сегодня не хотят. Все хотят, чтобы этот хаос был регулирован. И вроде бы он как будто бы именно так и произошло. Я вот вспомнил, что Зеленский сказал на пресс-конференции после саммита мира. Я процитирую. Украина, его журналист Зеленского спросил, считает ли он Китай врагом. Ответил Зеленский. Украина никогда не говорила, что Китай наш враг. И я прошу вас не использовать такие вещи. Я всегда говорю, что у Украины враг один, Путин. Потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья это те, кто помогает тогда, когда сложно. И я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины. Господин Минус, как можно объяснить эти слова? Что Китай не враг, но он и не друг. Он не помогает Украине. Или он ничего не делает и немного помогает России. Он не сказал, что это враг. Он не сказал, что это друг. Он не сказал ничего. Он наоборот, то, что сказал вас президент Зеленский, я полностью присоединяюсь к его словам. Потому что я хочу, чтобы все те украинцы, которые будут слушать нашу передачу, журналисты, простые граждане, или все те, кто в публичной сфере работают, они должны следить за каждым своим словом. Особенно касательно тех стран, на чью лояльность. Подчеркиваю, именно лояльность. Хотя я уже не говорю дружбу и поддержку. Лояльность вы рассчитываете. И Китай здесь стоит на самом первом месте. И поэтому я вашего президента понимаю, который именно... У нас есть поговорка такая в Азербайджане. Гордого человека погоняя, погоняя, из него сделаете негодяя. Поэтому не надо сегодня повторять эти тезисы в информационном поле, в украинском информационном поле, то, что вы слышите, например, на западном информационном поле. Потому что это противостояние, например, коллективного Запада и Китая, это не относится к противостоянию Украины и Китая. Не должно быть выглядеть таким образом. Потому что интересы Запада и Китая, они отличаются от интересов Украины с тем же Китаем. Вы понимаете? Вы должны понять, что всегда-всегда такие страны, маленькие страны, особенно постсоветского пространства, которые только-только получили свою независимость и не имеют тех возможностей и ресурсов, чтобы они не подпадали бы под раздачу. И поэтому надо равноудаленными быть. Вот я всегда пример привожу моего родного Азербайджана далеко не случайно. У нас прекрасные отношения с Евросоюзом. С половиной из этих Евросоюзов, 20 стран, у нас подписаны стратегические партнерские отношения. С самим Евросоюзом у нас подписана энергетическая и стратегическая безопасность. Это с Брюсселем подписывал Урсула фон дер Ляйен как раз. Но у нас есть несколько стран Евросоюза, которые нас не любят. Ну и что дальше? У нас зато Евросоюз – это самое главное наше направление экономическое в этом плане. То есть я к чему это веду? И при всем при этом вы видите, у нас прагматичные отношения с Россией, у нас прагматичные отношения с тем же Ираном. Год назад на азербайджанское посольство в Иране нападение было и убили азербайджанских дипломатов. И посольство закрыто было целый год. И оно вот только-только сейчас в новом месте начинает, будет функционировать. То есть я к чему, а с Россией какие у нас отношения были после Первой Карабахской войны, когда Россия помогла Армении оккупировать наши территории. То есть все делала Россия, Ельцинская та Россия. То есть я к тому говорю, что и все равно мы при всем при этом, нас на севере не любят, ни в России не любят, ни в Иране не любят. Но мы при всем при этом с ними работаем точно так же, как и с Евросоюзом. И с Китаем так же работаем. Но у нас есть своя семья, как сказал президент Азербайджана. Наша семья – это союз тюркских государств во главе с лидером этих стран – это Турция. Это наше стратегическое партнерство. И к чему я веду, да? Поэтому, когда кто-то говорит, например, плохо про каких-то партнеров Азербайджана, в азербайджанском информационном поле, вы об этом не услышите. Пускай об этом говорят в Европе, ради бога. Пускай в Иране что-то говорят против кого-то. Пускай в России говорят что-то против кого-то. Или в Китае говорят против кого-то. Но пускай самое главное, чтобы внутри Азербайджана информационного поля – это у нас не было бы. Точно так же, как в этих странах, что-то против Азербайджана, чтобы не говорилось. Потому что когда что-то будет против Азербайджана говориться в этих странах, будь то США, Евросоюз, Россия, Иран или Китай, да? Или та же Украина, или та же Украина, разницы нет. Или та же Грузия. То есть я к тому говорю, моментально будет ответка со стороны Азербайджана. Но Азербайджан не ищет врагов, Азербайджан ищет друзей. Потому что мы не входим ни в какие институты, мы равно удалены. То есть это дипломатия. Вот это я к тому говорю, чтобы я как понимаю слова вашего президента. Потому что ваш президент очень рассчитывает на роль Китая во всех этих процессах. Потому что Китай это очень важная страна. Китай главная страна, которая противостоит. И которая может и помочь, и туда, и сюда. Поэтому Китай, видите, как ведет себя. И все с этой позиции считаются. Если кто-то наезжает на тот же Китай, вот пускай они и наезжают. Пускай они ведут счет. Но самое главное, чтобы вы не становились бы игрушкой в руках этих стран. Я вот это хотел сказать. Я так думаю, ваш президент именно это имел в виду. И чем больше в украинском информационном поле и со стороны официальных лиц, и со стороны гражданского общества это будут слышать в том же Китае, тем больше вы будете слышать лояльного информационного потока и в китайском информационном поле. И здесь очень важно эта улица с двусторонним движением. Очень важно, как будет работать ваше посольство там и многие ваши бизнес-структуры. Поэтому надо сделать так, чтобы Украина и Китай налаживали свои отношения. И вы имеете все возможности для этого. Потому что самая большая страна в Европе географически. И вы прекрасно вместе находитесь. И просто вы оказались сегодня под раздачей. Но это совершенно не говорит о том, что завтра не зайдет солнце над этой территорией. Оно зайдет. Просто другое дело. Кто будет сегодня там заниматься этим? Вот посмотрите на освобожденный Карабах и на все районы. И посмотрите на компании, которые сегодня там занимаются. И вместе с азербайджанцами восстановлением всей этой прекрасной такой территории. И там находятся только те страны и представители бизнеса тех стран, которые всегда были вот так лояльны. Которые следовали вот этой политике. Потому что там не вы встретите ни одну компанию из страны, которая враждебно относится к Азербайджану. Вот поэтому вы должны сделать так, чтобы именно китайцы были бы заинтересованы работать в вашей стране. И поэтому нужно создавать положительный информационный фон. И не следовать фарватере тех, кто сегодня, например, с ними работает на конфронтации. Это не ваши проблемы. Господин Нос, большое спасибо за этот разговор. Спасибо, что начали время и проговорили про важные процессы. И то, что вы, как всегда, расставляете акценты. Дякую. Добро пожаловать. Слава Украине. Героям слава. Спасибо. 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 Спасибо.